Здравствуйте, мои дорогие любители зеленой коробочки. С вами Джамбу Макс, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о Старфилде, после появившихся оценок, обзоров и мнений игроков, которые уже сумели поиграть в данный проект, поскольку премиум издание давало доступ игрокам с 1 сентября. Кстати, если вдруг хотели бы приобрести либо игру, либо апгрейд, или подписочку Xbox Game Pass, в которой игра будет 6 сентября, можете обращаться к ребятам из X-Games, ссылочку оставлю в описании. И да, перед началом видеоролика, как всегда, не забывайте прожимать лайкусик, подписываться на канал и писать свое мнение в комментариях о данной игре, если вы в нее поиграли. Начну с того, что ситуация со Старфилдом очень пугала всех обладателей Xbox, поскольку череда не особо удачных проектов идет уже давно. Конечно, бывают лучики света в виде Hi4Rush, но ко всему это беседка, которая не особо славится идеальными проектами при выходе. Мы долго этого ждали, но буквально пару дней назад вышли обзоры, мнения и на днях обладатели более дорогих изданий вовсю играют в данный проект. Честно говоря, мне кажется, многие удивлены, что команда Xbox, а в частности команда беседки, все-таки смогла сделать проект играбельный. То есть судьба Киберпанка космическую историю не постигла, и все, кто там наиграл от 5 до 10 часов, в целом это подтверждает. Да, конечно, там бывают проблемы с оптимизованным ПК, но вроде как на Xbox все стабильно, ровно так же, как и 30 FPS. По-моему, ни для кого не секрет, что игра получила довольно хорошие оценки. Игрожуры оценили этот проект достаточно высоко, отметив всю широту проекта. Отмечая, что проект действительно масштабен, хвалит за хороший графон, нормальную производительность, мало багов, большое количество миссий, интересные квесты и очень крутой конструктор кораблей. Из минусов игры выделяет этот перегруженный интерфейс, в котором надо реально поразбираться, где что находятся, безжизненные планеты, которые предоставляют собой тупо пустоту, загрузочные экраны, которые действительно часто и прям могут надоесть, и кому-то показали сражения на кораблях, мол, не особо интересны, и да, такая себе анимация лиц у NPC. Все уже, наверное, знают, что игра получила не выше 90 баллов, и, соответственно, это первый момент, о котором я хотел бы в этом ролике поговорить, поскольку тогда, когда я стримил и обсуждал все эти оценки и обзоры, честно говоря, я офигел от того, сколько же людей в комментариях, кому важно число, которое отражает якобы годность игры. Лично я, честно, вообще не понимаю всех этих споров о том, что там, например, Starfield не получил 90 плюс баллов, поскольку игра от этого не меняется. То есть интереснее или там менее интереснее, она не становится. Вышел проект, все, самое главное, что тебе нужно, это просто самому оценить. Так скажем, вот эта тема игрожуров, она остается темой игрожуров. Я прекрасно понимаю, что оценка может там повлиять на тех, кто хочет там купить проект, тех, кто хочет поиграть потом, но для реального игрока, который ждал игру, да, и который, ну, вроде как, спорит в комментариях, на мой взгляд, это должно быть безразлично. Просто, так скажем, просто информация. Да, вот так вот оценили, но нужно все равно смотреть самим. Со стороны тех, кто не любит проекты беседки, Fallout'ы, Скоримы, возможно, вот эта вот оценка, это показатель того, как до выхода игры они говорили, что это мега-супер-мега игра, которая на тысячелетии, это супер-мега проект от Xbox'а, да, и когда они видят, так скажем, такую оценку, не 90+, для них, может быть, возникает какой-то диссонанс, да, и они такие, блин, вот, чуваки, а нам как бы обещали немножко не то. Но здесь я хотел бы, как бы, сказать адекватно, ребят, 90, ой, меньше 90 баллов, там, от 80, это далеко не низкая оценка, и да, я понимаю, что, так скажем, игру не оценили, там, как Зельду или, я не знаю, Болдергейтс, да, но так или иначе, 80 плюс баллов в игре, типа, что вам еще нужно, ребятки? Не, ну офигеть тебе, объясни-ка мне, пожалуйста, когда проект 80 плюс с оценкой, да, стал являться таким себе проектом. Видел оценки Болдергейтс третьего? Да. Видел оценки Зельды? Ну, видел. Ну и пососи. А с другой стороны, которые, так скажем, защищают оценки и говорят, что это не низкий, я не понимаю, например, придироку к оценке IGN. Они постояли, если я не ошибаюсь, где-то 7 баллов, и на них набросились, что, мол, они продажные, что, например, проектом от Sony оставит больше оценки, а в сторону Xbox они, наоборот, ставят низкую. Кстати, спойлер, потом с этой оценкой все же многие стали, ну, были согласны, вот. Но так или иначе, мне кажется, каждое игровое, там, сообщество, каждый игровой журнал, и он имеет свою точку зрения, которую он как раз-таки должен отражать на обзорах, на оценке и так далее. И в целом это неплохо, что какой-то там обзорщик, например, оценил Starfield чуть менее, чем остальные. Я прекрасно понимаю, что многие, наверное, хотят слышать в обзорах и мнениях ровно такое же мнение, как у вас, но тут так не получается, игровое сообщество иногда просто разнится, и с этим как бы нужно просто смириться. И тут ситуация неопределённая, и даже я сказал бы, что больше негативная, нежели положительная, ибо складывается ощущение, что многим игра не зашла. Я на самом деле разделяю мнение журналистов и игроков, поскольку доля маркетинга, она, думаю, всё-таки есть. На это меня, кстати, очень сильно сподвиг разбор графена от Digital Foundry, и зацикливание на одном и том же 130 фпс, это мега плавно. Моё отношение к этому простое. 30 фпс, они действительно могут хорошо ощущаться, они могут не вызывать у вас не технического дискомфорта, например, при стрельбе, и не психологического, когда ты смотришь на все, так скажем, эти детали, на общую картинку, и ты кайфуешь от визуала, ты понимаешь, что это красиво, как-то, не знаю, инновационно, на X-GET-овски, да, и, соответственно, 30 кадров прощается. Это, знаете, как вот, например, в демке Матрицы. Да, красиво, там было 24 кадра, но никто в целом не возникал, потому что это мега красиво. Когда ты, к примеру, смотришь на Starfield, я прекрасно понимаю, что ты смотришь, там, на мнение других обзорщиков, через экран, все там пережато-ужато, но, так или иначе, у тебя не возникает чувства какой-то прям нереальной красоты, от которой можно было просто ахмутить. И почему, опять же, в этой игре нету 60 фпсов, ну, ну, видимо, так вот они и решили. Вот, просто не смогли и так далее. Просто, знаете, я смотрел геймплей на компе, когда люди играли в 60 фпсов, и, честно говоря, блин, ну, прикольно, она играется гладше, она выглядит лучше, и почему, например, нельзя было завести хотя бы на Xbox Series X, ну, я не знаю. Нет, 30 кадров, они действительно плавно ощущаются, как будто, как будто там 60. Не, может быть, ты тогда и в другие игры в 30 фпс поиграешь? Я Redfall прошел. Тогда у меня нет к тебе вопросов. И в чем мой основной тейк по этому вопросу? Знаете, после Halo Infinite я понял, насколько стал хорошо работать маркетинг Xbox. Они будут молчать до самого последнего, они не будут делиться подробностями, но под самый выход игры или в момент выхода они могут преподнести игру так, что в целом некие траблы игры будут заглажены, или, наоборот, выделено что-то там другое. У Halo, например, было так, что игра победила в номинации «Игра года» по мнению игроков, даже тогда, когда она еще не вышла. По-моему, на тот момент была доступна лишь бетка мультиплеера, с которой игроки потом просто ливнули. Тут же 30 фпс должны работать как говно на вентилятор, но после большого потока мнения, который об этом не говорит, а наоборот даже хвалит, что они там мега плавные, этот кибеш просто исчезает. Хотя напомню, что в Starfield, как по мне, не особо какой-то там мега красивый визуал. Да, игру не назовешь уродовой, кроме, пожалуй, как там анимации некоторых персонажей, но глянув на общую картинку, если честно, не появляется, ну, нельзя сказать, что эта игра вышла, например, только под 9-е поколение, что это какой-нибудь там Next Gen 23-го года, а самое главное, флагман консоли, особенно самый мощный на данное время. Стоит признать, что беседка — это не прографон, и тут свой визуальный стиль, но в это же время стоит признать, что, к примеру, в Starfield в 23-м году выглядит по сравнению с другими уже вышедшими проектами, ну, как бы не особо классно. И как по мне, тот же Cyberpunk, который уже вышел давно, выглядит даже лучше, при том, что он не имеет прогрузок, да, загрузок между локациями, когда вы заходите в дома, и там 60 фэпосов. Не, а что ты хотел? Движок старый, как бы прогрузки — это норма, и чё ты хотел вообще от беседки? И чё? Может быть, кто-то говно жрёт? Это тоже нормально? Иди-ка на... Единственное, за что обидно, это то, что многомиллиардные институты под названием Microsoft при всех своих масштабных планах на игру сделало перевод всего лишь на 9 языков. Русского тут нет, и честно говоря, мне за фанатов беседки, которые ждали Starfield, и за счёт языкового барьера к нему могут не подойти, обидно. Многие говорят, что там нету ничего сложного, нету заумных слов, но для тех, у кого знание английского, как у дяди Джамбо, поверьте мне, какого-то удовольствия ты не получишь. И нифига не поймёшь, поскольку вся игра построена на что бы говорить, читать и понимать, что от тебя хотят. Люди на ПК, конечно, находят лазейки, ставят моды, ещё какой-нибудь там машинный перевод на экране, но это всё костыли, к которым лично я точно бы не хотел бы приходить, поскольку, играя в игру, ты должен просто словить расслабон и кайфовать, а не пытаться сделать так, чтобы ты хотя бы что-то понял. Как по мне, у Microsoft странная стратегия насчёт этого, которую я вообще не понимаю и не поддерживаю. И смотря на ту же Sony, которая даже как бы не на нашем рынке тоже, да, удосуживается переводить игры с полным переводом, когда маленький Xbox даже не может сделать субтитры. Ну что это такое? Ну, вообще-то уже стоит выучить английский, кто не знает английский, зашквар. Да иди-ка ты теперь нахуй, потому что я, например, Spider-Man с русской озвучкой поиграю. Да? Да! Сразу скажу, что я максимально холдинг Старфилду, потому что я не любитель игробеседок, там нету русского языка, соответственно, как-то прикасаться к этому проекту я не особо хочу. Вот. Но в то же время, я искренне рад за тех, кто этот проект ждал, дождался и получает от него удовольствие. Кстати, если вдруг захотите, там, не знаю, увидеть обзор, заглядывайте к Букеру, он, я думаю, расскажет о игре так, как она на самом деле, потому что на эту игру капец как ждал. Да, Букер, привет, я знаю, что теперь ты смотришь данный видос. Единственная проблема, я бы сказал, прям печаль, которую я увидел с большинством мнений, поскольку я реально смотрел дофига стримов, спрашивал людей и так далее, игра крайне долго набирает обороты. Существует мнение, что в игре нужно провести хулиард часов, чтобы там что-то произошло мега интересное, но это, конечно, не факт, ибо все лишь думают, но я видел людей, которые дропали игру спустя 17 часов, ибо она так их и не зацепила. И как по мне, первое, очень печально, что Starfield многих игроков не цепляет с самого начала. И когда ты кворяешься без начального интереса, который, как по мне, беседка не смогла создать, и если ты не фанат игр беседки, может быть просто неинтересно и скучно. Просто если же в том же Fallout в начале тебе дают там жирный байт на то, чтобы разобраться, что произошло, что стало, например, после взрыва, где твой сын и так далее, то тут все немножко пресно и неинтересно. Ну, вот тебе корабль, вот мы чуваки, которые здесь вместе собрались, ну вот те самые артефакты, нужно их найти. Пока. Опять же, тут кому как, но пока я не видел ни одного человека, который бы мог мне пояснить за сюжет Starfield и сказать, почему нужно играть дальше. Все как-то типа, ну я вот играю, я вот что-то делаю, что-то помогаю. Да, очень хвалят квесты, которые есть в игре, да, которые имеют очень много развилок, да, и соответственно, когда ты играешь в игру, очень много разных историй складывается, да, у разных игроков. Но вот именно того ключика, за который как бы можно было полюбить Starfield, честно говоря, вот мне мало кто назвал. И самое печальное, что то самое исследование в космосе многих просто не берет. Да, тут дофига планет, но чаще всего это пустые планеты с аванпостами. Да, по-другому быть не могло, мы об этом говорили уже давно, но людям это не нравится, поскольку пустоты больше, чем контента. И тот самый вайп, в котором ты мог бы почувствовать себя действительно космонавтом, пропадает за счет постоянных телепортов и загрузок. Второе, это как раз таки тот самый ключик с точки зрения геймплея. Там не наблюдается чего-то уникального. Да, ты можешь полетать, ты можешь пострелять, ты можешь там поговорить, но человек, который смотрит на это со стороны, не является фанатом игр беседки, ему начинает быть там скучно, поскольку все то, что ты там делаешь, это не особо не байтит, если тебя капец как не прибрала тематика. Опять же, вы можете там не любить космос, вы можете там не любить каких-нибудь титанов, но в Titanfall 2 вам будет интересно играть, потому что там есть много всяких механик по типу там, не знаю, телепорта и не знаю, вызову титанов и это все складывается и это дарит вам положительные эмоции. Здесь же стрельбу не хвалят, космические полеты тоже, выделяет по-моему механику грабежа здесь вздолетов, но одной ей сыт не будешь. Все, что есть в игре, все уже когда-то видели в других играх и когда это сделано не мега круто, начинается неприятное ощущение со стороны. Полеты, например, начинают сравнивать с No Man's Sky, с системой диалогов в Fallout, там отыгрывание роли еще в какой-то ролевой игре, пострелять почти во всех играх можно и что-то выделить такое, ну, инновационные, мега прикольные игроки тоже не могут. Типа, что вы хотели? Это РПГ, я фанат беседки, я доволен. На самом деле, к ним претензий нет, вы молодцы, что как бы от этого кайфуете, да, но вот, так скажем, вот масса игроков, которые как раз-таки смотрят на игру со стороны и даже играют, вот говорят как раз-таки об этих проблемах. Просто, опять же, ничего кроме того, что это игра от беседки и что это РПГ, ну, я вот какого-то жирного пайта, по сути, больше не заметил. Но мне кажется, что все это сделали лишь для модов. Понятное дело, что якобы виноват во всем там старый движок, но думаю, что он был оставлен как раз-таки за счет тех самых модов, чтобы повторить успех, как это было с Fallout'ом, опять же, при помощи тех самых модов. Вот такой вот я разнообразный в плане Говара. О этой игре, кстати, очень классно выразился Виджил, кстати, который не ходит на стримы давным-давно и не играет со мной колду, засранец лютый. Он сказал, короче, такую вещь, что Starfield пытаются полюбить, его пытаются раскусить. И на мой взгляд, как раз-таки, это одна из самых таких глобальных проблем игр, когда игра не влюбляет в себя сразу, а ты начинаешь в ней ковыряться сквозь пот и слезы, терпишь там два часа каких-то, какого-то унылого там вступления, а потом уже вроде как там ты начинаешь разгуливаться, да. И так скажем, даже люди, которые, не знаю, там играли 10 часов, некоторые из них, ну, так и не словили кайфа. Вот, но в то же время я знаю людей, которые словили кайф буквально там, не знаю, через три часа или практически сразу. Но таких, ребят, мне кажется, меньшинство. Просто, когда ты играешь, например, в игру два плюс часов, да, и не кайфанул, и дальше тупо не видишь смысла, хотя, ну, вроде как он там есть, да, проблема заключается в том, что ты можешь выбрать другую новую игру, которая подарит тебе, там, не знаю, эмоции с первого взгляда, с первых, там, я не знаю, минут, которых выйдет в осенью, мне кажется, просто дофига. И в этом, как раз таки, Сарфилд, на мой взгляд, немножко проигрывает. Тот самый космос, который многих и должен байтить, и пока он кого-то там байтит, да, но, как по мне, он сделан мега тупо, ибо, опять же, не создается ощущение роли, ибо ты видишь бесконечные телепорты и загрузки. Да, ты не можешь просто так долететь до той или иной планеты. Ты просто смотришь-ка сцены. Мне кажется, многие игроки этим остались недовольны, ибо в том же No Man's Sky, я понимаю, что это не RPG, и там совершенно немножко по-другому построена игра, но все же, там было реализовано, и почему бы не реализовать такую тему, например, в Старфилде, это намного было бы, ну, прикольнее игроки, и этому точно были бы рады. И как раз таки, те самые корабли за счет этого бессмысленны, потому что ты на кораблях не летаешь, ты условно передвигаешься там вокруг себя в мочевом пузыре, который создает видимость того, что ты куда-то летишь, и попутно там отбиваешься от звездолетов. Все. Еще при всех отзывах я хотел бы сказать, что, к сожалению, та самая масштабность в плане планет, которая была в маркетинг-плане на первых местах какое-то время, она вышла от оси, поскольку большинство планет, они полупустые, и к тому же, они имеют ограниченные локации, и самое что больное, в сети появился фрагмент, где Челик заявляет, что на разных планетах был совершенно один и тот же аванпост. Такая же закрытая дверь, блядь, это тот же самый ебаный аванпост, который был на предыдущей планете, сука, это тот же самый аванпост, блядь, 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 пошел ты нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй, хуесос, сука, блядь, верните мне деньги, ёбки, блядь, это по ошибке куплено, охуенно, какой ошибки, стука, хуйня ебаная. Мне, кстати, эта ситуация капец, как напомнила ситуация с No Man's Sky, когда вот игру пиарили, они тоже говорили, что это мега какой-то глобальный мир, что будет крайне тяжело кого-то там встретиться, залететь на одну планету, но буквально стримеры в тот же день выхода игры, по-моему, мы залетели на одну и ту же планету, друг друга не встретили, произошел скандал, здесь практически, ну, то же самое. И, как по мне, лучше сделать, не знаю, там, планет 10, да, которые будут реально мега масштабные, мега интересные, сделать, например, действительно, там, не знаю, собственные полеты, нежели то, что сделали в Starfield, потому что так просто разнообразится игровой процесс, и он становится немного уникальней, интересней и наполненнее, нежели вам предоставить реально там тысячу планет, на которых ничего не будет. То, как им вышел Starfield, честно, я не могу сказать, что по каким-то параметрам игра шагнула там вперед и должна быть реально там супер-мега оцененной игрой. Единственное, куда она шагнула, это, наверное, по сравнению с собой, что если игру напрямую сравнить, например, с Fallout, со Скоримом, во многих аспектах она может быть и лучше. Но для тех, кто не является фанатом творения от беседки, да, это, ну, они могут просто этого не понять. То есть, как мне кажется, восхищения вокруг этой игры как проект только для любителей Скорима и Fallout, потому что тех людей, которых я спрашивал, они говорили, типа, чуваки, а что вы ожидали? Это вот как раз-таки, ну, Fallout в космосе, и мы его ожидали, типа, идите в жопу. Но опять же, со стороны игроков, которые не шарят за это, да, игра может быть масштабнее и красивее, чем прошлое их творение, но какого-то явного скачка в прогрессе видно крайне слабо. Но этим, мне кажется, удовлетворишь, опять же, только преданных фанатов, нежели новых игроков или, там, любителей данного жанра, у которых потребности чуть выше. Честно говоря, смотря на всю эту ситуацию, до конца не ясна, какая игра на самом деле, поскольку все же прошло, наверное, мало времени, ибо эта игра не короткая, и чтобы проникнуться ей, нужно действительно, там, много времени, и думаю, что где-то, там, дни через 7-10, может быть, об игре мы узнаем действительно что-то правдивое, может быть, что-то интересное, поскольку все, что сейчас появляется, это первые впечатления на скорую руку, которые могут быть ошибочные. Да, такое тоже нужно учитывать. Но я лично вас призываю к тому, чтобы вы поиграли в игру сами, потому что она выйдет по подписочке Game Pass 6 сентября, она будет доступна всем обладателям, да, вы не, ну, можете не платить за игру, там, 60 баксов, попробуйте, решите сами, а самое главное, не забывайте писать свое мнение об игре. На этом у меня все, большое спасибо за просмотр, и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, опять же, писать свое мнение в комментариях, и пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok